Возгорание произошло в ТРЦ Шелковый путь на 32-м километре МКАД на территории Ленинского городского округа. Пожар возник на минус первом этаже здания. Наблюдается сильное задымление. В тушении задействованы пожарно-спасательные подразделения Москвы и Подмосковья. Из торгового центра Шелковый путь, расположенного на 32-м километре МКАД, эвакуировали 200 посетителей из-за возгорания на минус первом этаже. Об этом Агентство городских новостей Москва сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области. Сигнал о возгорании поступил в 19.43. Из торгового центра эвакуировали 200 человек. Пострадавших нет, говорится в сообщении. Продолжается ликвидация пожара в ТРЦ Шелковый путь на 32-м километре МКАД. Возгорание произошло вечером 25 апреля в складском помещении на минус первом этаже. Сушение пожара осложняется плотным задымлением и большой загрузкой склада. Открытое горение в торговом центре Шелковый путь удалось ликвидировать спустя 16 часов. В 11 часов 50 минут по Москве ликвидация открытого горения. Около 20 часов в понедельник в торговом центре Шелковый путь в Подмосковье возник пожар на минус первом этаже. Загорелся склад площадью 700 квадратных метров с игрушками и полиэтиленом на площади 400 квадратных метров. На этой же площади его удалось локализовать около полуночи. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Его тушение осложнялось высокой температурой и задымлением. Из здания были эвакуированы 200 человек. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Новой Москве состоялись учения по ликвидации природных пожаров. В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона, представители всех городских служб, в общей сложности порядка 150 человек. По тактическому замыслу, из-за неосторожного обращения с огнем в Теналу загорелась трава и кустарники. Пожар быстро распространился в направлении деревни Зыбино, в опасной зоне жилые дома, газораспределительный пункт и подстанция. Участники учения отработали организацию оповещения населения АЧС, поиск и эвакуацию туристов из лесополосы и с береговой линии, ликвидацию лесных и трофяных пожаров, восстановление энергоснабжения, оперативную доставку электростанции силами экстренной авиации. Задействовали более 60 единиц техники, среди них 5 вертолетов, беспилотники, квадроциклы, вездеход и насосно-рукавный комплекс водолей. ДТП на 81-м километре МКАД. Перевернулся автомобиль Део Матис. Водитель малолитражки Део двигался по внутренней стороне кольцевой автодороги. В районе 81-го километра по неустановленной причине он потерял контроль над управлением, после чего машину занесло и она несколько раз перевернулась через крышу. В таком положении ее протолщило несколько десятков метров. Очевидцы происшествия вызвали на место ДТП экстренные службы города. Прибывшим сотрудникам ГИБДД удалось достать водителя и передать бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, повреждение органов брюшной полости и разрывом селезенки в тяжелом состоянии водитель был госпитализирован в 20-ю ГКБ. Спасатели ГБУ автомобильной дороги при помощи троса отбуксировали поврежденный автомобиль. Движение транспорта было частично затруднено. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Не исключено, что во время движения автомобиль ДЭО мог подрезать неустановленный автомобиль, который впоследствии скрылся с места происшествия. ДТП в городе Ногинск. Очевидец сообщил о ДТП в городе Ногинск. Водитель осенизаторской машины на шасси грузовика ГАЗ-52, двигаясь в крайнем левом ряду при проезде нерегулируемой зебры, совершил наезд на пешехода. Водитель грузовика остановился и попытался оказать первую помощь пострадавшему пешеходу. Обстоятельства и степень вины водителя в данном ДТП установят сотрудники госавтоинспекции. ДТП на юге Москвы. 27 апреля вечером на юге столицы произошло ДТП. На Мытной улице водитель автомобиля Ауди в районе дома 56 выскочил на тротуар и совершил наезд на пешехода. Перед столкновением водитель иномарки многократно вилял по дороге, после чего машину занесло к тротуару, где он сбил пешехода, которого в свою очередь отбросило в стену дома. В результате ДТП 39-летний мужчина-пешеход с диагнозом черепно-мозговая травма и переломом руки был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи. Сразу после ДТП водитель автомобиля, не останавливаясь, решил скрыться с места происшествия. Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД объявили автомобиль в розыск. Виновнику ДТП предлагалось добровольно прийти в полицию. Позднее в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что водитель бросил автомобиль в одном из дворов на соседней улице Лестева. Уточняется, что автомобиль Ауди А6 принадлежит к каршеринговой компании. На место обнаружения брошенного автомобиля ожидается прибытие следственно-оперативной группы. Еще через некоторое время был задержан и сам водитель, совершивший ДТП на Мытной улице. Вместе с пассажиром они прятались в подъезде одного из домов на улице Городская, которая расположена также поблизости. Правоохранители задержали водителя автомобиля каршеринга, сбившего пешехода на тротуаре на улице Мытная и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Водитель 1988 года рождения, задержанный доставлен в ОМВД по Даниловскому району. В момент инцидента в автомобиле также находился пассажир, мужчина 1995 года рождения, говорится в сообщении. Продолжение следует... Семь автомобилей сгорели в результате пожара на юге Москвы. Около 4 часов утра местные жители проснулись от хлопков. Выглянув в окна, они увидели на парковке у жилого дома на Кустанайской улице Зарева Пламени. Пожар вспыхнул на парковке во дворе дома номер 9, корпус 1. Загорелись семь припаркованных автомобилей. К месту ЧП прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил семь автомобилей. Восстановлению они не подлежат. Местные жители полагают, что причиной возгорания стал поджог. С их слов, незадолго до инцидента во дворе дома неустановленные лица сливали бензин из припаркованного автомобиля каршеринга. Вероятно, в процессе произошла искра, что в конечном итоге и привело к возгоранию. После чего огонь стал перекидываться с одной машины на другую. Окончательные причины возгорания будут установлены в ходе пожарной экспертизы. ДТП на юго-западе Москвы. Утром на Ново-Черемушкинской улице произошло ДТП. Водитель прокатного автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по Ново-Черемушкинской улице в районе дома номер 38, потерял контроль над управлением и врезался в припаркованные автомобили Suzuki и ВАЗ-2110. После столкновения Volkswagen прокинулся на крышу. Сообщается, что в момент ДТП за рулем Volkswagen находился молодой человек с признаками опьянения. Очевидцы ДТП вызвали на место сотрудников полиции и бригаду скорой медицинской помощи. В результате ДТП все автомобили получили различные механические повреждения. Автомобилям предстоит дорогостоящий ремонт. ДТП произошло по вине водителя Volkswagen. Крупный ДТП в Тенау. На улице Дорожная в деревне Ямонтово, поселение Воскресенское, произошло крупное ДТП. Столкнулись самосвал и несколько ликовых автомобилей. Очевидцы сообщают, что водитель самосвала не справился с управлением и опрокинулся на автомобиль Volkswagen Polo, в котором за рулем находилась девушка. Чудом она серьезно не пострадала. Поврежденными также оказались автомобили Skoda Kodiaq, Skoda Superb и Hyundai Solaris. При падении из кузова самосвала на дорогу выспался грунт. По одной из версий, водитель самосвала мог подрезать другой автомобиль, в связи с чем он, пытаясь избежать столкновения, резко вывернул руль вправо, что в итоге и привело к опрокидыванию грузовика. Обстоятельства ДТП устанавливаются. В настоящее время движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Несчастный случай на северо-востоке Москвы. Вечером 29 апреля на северо-востоке столицы произошло происшествие. На Алтуфьевском шоссе, дом 51, на стройке жилого комплекса при проведении порубочных работ погиб рабочий. Его засосало в измельчитель древесины. На место происшествия находятся спасатели и медики. Ожидается приезд следственно-оперативной группы. Они установят причину гибели человека. В ночь с 29 на 30 апреля на юго-западе Москвы в ходе патрулирования территории сотрудниками ГИБДД был обнаружен подозрительный автомобиль каршеринга. Водитель прокатного автомобиля совершал хаотичные маневры по дороге и двигался неуверенно. За автомобилем было организовано преследование экипажем ГИБДД. Водитель каршеринга нажал на педаль газа и пытался скрыться от погони сотрудников ДПС. Выехав на Ленинский проспект, водитель направился в сторону области. Однако в районе пересечения с ТТК не справился с управлением, машина вылетела на газон и задел парапет подземного пешеходного перехода. За рулем находился молодой человек в невменяемом состоянии. Сотрудниками ГИБДД он задержан до выяснения всех обстоятельств случившегося. Мелкое ДТП произошло во время проезда колонны участников мотопарада в центре Москвы. Столкнулись Land Rover Freelander и Mercedes. В момент перекрытия внешней стороны Садового кольца для проезда мотоколонны автомобилистам оставили возможность движения по внутренней стороне Садового кольца. В момент появления колонны два автомобилиста не поделили дорогу и столкнулись друг с другом по касательной. Вероятно, водитель Land Rover отвлекся от дороги, чтобы рассмотреть двигавшуюся мотоколонну, в связи с чем и допустил попутное столкновение. Садового кольца там с полной. Кольца Продолжение следует...